Так, вопрос очень интересный. Добрый день. А вы пробовали психоделики? Есть ли в них смысл или только вред? Что вы думаете об этом? Значит, психоделики я попробовал однажды. Я общался с богемными людьми, с художниками. И они использовали, в частности, использовали грибы. Псилоцибин. И меня угостили. И заварили эти грибочки. Я попил. И было очень весело. Я помню, что было очень весело. Смех. Развязывается язык. Болтаешь безумолку. Думаю, что популярность психоделиков связана с тем, что мы слишком зажаты, закомплексованы. Слишком много ограничений у нас. И вот такое авторитарное воспитание. Мы не умеем себя выражать. Мы боимся. Мы слишком зажаты, забиты, затюканы. И вот через употребление этих веществ психоактивных происходит такое раскрепощение человека. И вот он, меняется его сознание. И он свободнее себя ощущает. Художники это люди, вот свободные. И они, видимо, черпали вдохновение как раз вот в этих вот веществах. Моё отношение к ним сейчас какое? Ну, я вот убежден, что потребность в них связана с тем, что мы живем в несвободном обществе. Что мы несвободные люди. И проявление свободы у нас не приветствуется. Второе, это связано с тем, что мы утратили радость жизни, радость бытия. И вот эту детскость, детское восприятие жизни. Мы мало смеемся, мы мало хохочем, мало улыбаемся, мало радуемся. Мы озвереваем. С годами мы становимся слишком серьезными, слишком такими унылыми, озабоченными, несексуально причем. И как-то все у нас очень-очень грустно. Грустная жизнь. Мы не живем уже. Вот все это мертвое в нас. Душа наша как-то вымирает. Просто она не может выжить в этом мире, в этом социуме. Душа первая получает травму, удар и часто не справляется. Плюс все делается для того, чтобы наше сознание подавить. И чтобы оно не развивалось, ограничить это сознание наше. И вообще, чтобы люди находились в глухой бессознанке. Вот отсюда эта потребность в наркотиках. На мой взгляд. Поэтому, да. И, конечно, очень трудно примириться с этой жизнью, с этим спектаклем, с этими политехнологиями, с этой политикой, образованием, религией, масс-медиа, социальным влиянием. Оно вредно. Вредно для психики. Для здоровья человека. Люди болеют бесконечно. И, конечно, они хотят убежать от этого всего. Они хотят избавиться. И быстро это хочется сделать. Хочется такую таблеточку найти. Чтобы раз и все. Поэтому люди хотят уйти от реальности. Вот от такой, да. Уйти как можно. С помощью наркотиков только. Удовольствия не получают от жизни. Опять же. Опять же. Тревога. Опять же боль. Опять же. На полоса неудач, невезений. Фрустрации. Стрессы постоянные. Ну как жить в этом мире? Как жить? Выход. Люди находят выход в наркотиках. Поэтому эта система. Явная система, которая работает на подавлении личности. Подавление разума. Подавление свободы. Подавление сознания. Подавление души. Она допускает наркотики. Легальные наркотики. Это вот алкоголь. Это табак. Вот я заметил, что, допустим, те, кто работает с людьми очень. Они, да, постоянно они курят все время. Курят и курят. Курят и курят. Кстати, человек, который курит, это человек негативный. Это всегда так бывает. Мало позитивных людей среди тех, кто курит. Вот. И для чего это делается? Чтобы изменить восприятие жизни. Они повлиять на свое эмоциональное состояние. Психические процессы, да. Но эти наркотики вызывают зависимость. Вот. Психоделики. Поэтому я вообще, я против сейчас того, что изменяет сознание искусственным путем. Ну, исключение это лекарства, конечно, это антидепрессанты. И... Но их прописывают психиатры. Это их сфера. Ну, вот. Нужные такие лекарства, которые могут помочь человеку справиться с... Кризисом. Серьезным душевным кризисом. Бывает так, что без антидепрессантов не обойтись. Без успокоительных не обойтись. Поэтому надо принимать. Я предпочитаю естественные способы. Значит, предпочитаю находиться в сознании, во-первых. Расширять это сознание. Но как? С помощью знаний. С помощью философии. С помощью самоанализа. С помощью рефлексии. Чтения. Путешествий. Общения с людьми. С помощью изучения языков. С помощью развития интеллекта. Вот то, что описывают люди. И, по сути, к чему все стремятся. Те, кто употребляют эти психоделики. К каким эффектам? Ну, эффекты это иллюзии. Иллюзии. Всевозможные иллюзии. Это поиск эйфории. Да. Поиск счастья. Это какие-то галлюцинации. Но зачем это нужно? Много негативных побочных эффектов есть. Эффектов. Они даже не побочные. Они и есть такие эффекты. Вот. Значит. Нарушение восприятия окружающего мира. Зачем? Мы не можем жить в таком состоянии. Нарушенном. Нарушенного восприятия окружающего мира. Мы просто будем уязвимы. И это не способствует нашему благополучию, выживанию нашему, нашему развитию. Вот в чем дело. Это способ бегства от жизни. Это форма эскапизма. Ну, а мы знаем золотое правило психологии. Не убегать и не бороться. Значит. Да, первое. Второе. Как изменять сознание свое? Его нужно изменять, конечно. Расширять. Можно это делать и нужно с помощью гипноза. Благодаря психоделикам входят в это трансовое состояние. Но это не безвредно. А вот благодаря гипнозу, гипноз абсолютно безвреден. Медитация. Медитативное состояние. Вот это очень полезно. Я сам практикую медитацию. Гипноз. Самогипноз. Я вхожу в это состояние, кстати говоря, очень легко. Это уже вот я обучился этому. И быстро вхожу в гипнотическое состояние. Для меня очень спокойное. Я вам... Я уже рассказывал про эффекты эти. Они очень интересные. Например, состояние тетового мозговых вибраций. Оно способствует развитию творческих способностей. И вот я так погрузился в этот самый гипноз. В гипноз. Вышел из него. И что я сделал? Я перевел 4 стихотворения Шарля Бадлера с французского на русский язык. Вот за там сколько-то часов. Пожалуйста. Очень мне понравился этот процесс. И по-моему переводы хорошие тоже. Дальше. Дальше. Путешествие. Да. Изучение иностранных языков. Вот я жил в Марокко. В Марокко. И там я попробовал начать изучать арабский язык. Арабский язык. Все непривычно. Все. Начиная с написания букв. Вот. И ну фонетика тоже. Наш мое ухо не различало очень долго какие-то звуки арабского языка. Хотя эти звуки очень важны и они имеют смыслоразличительную функцию. Вот так. Мозг не воспринимал это. И вот через изучение языков я понял очень хорошо как раз расширяется сознание. И начинается работа подсознания. И вот мне такие сны интересные там снились в Марокко. Ну плюс конечно вся эта экзотика эта медина там прочее прочее. Вот. Вот так. И я получал удовольствие во сне подсознательно. вот эти иллюзии приходили. Но они безвредные. Они безвредные. Даже полезные. Потому что они вдохновляют очень хорошо. Радуют. Вызывают эйфорию. Вызывают яркие переживания. эйфорию. Ну ничего особенного. Просто изучал язык и путешествовал. другое мое путешествие было в Египет. Обязательно побывайте в Египте кто не был и посетите Каир. Тогда у меня там возникло огромное желание поселиться в Каире. в квартире с видом на пирамиды и просто вот пить там чай или кофе сидя в кресле в кафе и смотреть на эти пирамиды. Это что-то магическое завораживающее и гипнотическое совершенно. Вот и в Египте мне тоже снились очень прекрасные сны. Вот я там ощущал себя таким таким принцем принцем богатым человеком вот вот в этих иллюзиях в этом во снах своих тоже я переживал очень яркие такие иллюзорные события и эйфорию. Приятно. Приятно. это. И главное что это безвредно. Безвредно для здоровья. И это вдохновляет, наполняет энергией, счастьем, радостью такой. Мотивирует, стимулирует жить. то есть мне для этого не нужны наркотики. Так что может быть лучше использовать здоровые способы для того, чтобы получить вот эту эйфорию, эту радость, эти иллюзии. все что изменяет сознание искусственным путем, но вот вредно, я считаю, вредно для организма. Имеет побочные эффекты. Очень много. Та же депрессия. Потом человек может долго в себя приходить. Вот. Так что лучше этим не злоупотреблять. Плюс это ну это пустое. Потому что какой результат? Только иллюзия. И все. А если вы например путешествуете, вы видите новые места, получаете представление о культуре, о языке, об архитектуре, о людях, о себе, намного полезнее и интереснее. Какие-то возможности открываются, мотивация. Я вспоминаю о своих путешествиях, там где-то меня даже на работу приглашали. Вот. Ты такой молодец, все, давай, мы тебя берем на работу. Или например изучение языков. Тоже полезно. Вы ну о пользе языков ясно все, что вы расширяете свой интеллект. Самая главная польза это, конечно, возможность поменять свой взгляд на мир. Потому что каждый язык он глубоко философичен. И вот это интересно. Я думаю, вот это новое восприятие через другой язык, через философию другого языка. Вся философия она очень недооценена. Очень недооценена. Ну понятно почему. Потому что люди слишком примитивны и их держат в этом примитивизме. Вот. Кстати говоря, вот эти психоделики их эффект воздействия на человека сравнивают как раз с йогическими практиками. Вот. Духовными практиками, медитациями, созерцанием, в восточных традициях. Самадхи в индуизме, дхяна, в буддизме, саторе, в дзене и тому подобное. Так что видите как. Это интересно. вот например индуизм, да, вот эти брахманические философские системы, индийская философия. Ну вот вы будете читать ее и вы будете просто испытывать эту эйфорию. Которую испытал я и испытываю я читая вот индийскую философию. Для этого не нужны психоделики. Для этого просто нужно книги. Так что книга по философии лучший психоделик. Или вот например рассылки рассылки которые я делаю это круче любого круче всего. Опять радость опять эйфория. Поэтому сила мысли и влияние мысли и сила слова влияние слова ничто с этим не сравнится. Ничто. Ну еще лучше это сила поступка. Когда вы делаете то, что вам страшно. Когда вы начинаете заниматься любимым делом. Когда вы занимаете активную жизненную позицию. Вот тут столько радости вы получите. Когда у вас получится. Когда вы добьетесь цели. это намного круче. И это достойно человека. И это приносит свои плоды. Настоящие реальные в виде самоуважения. Чувство собственного достоинства. Признание. Любви к себе. Ощущение собственной ценности. Успеха и так далее. А психоделики это не дают. Дает только реальная жизнь. Реальная. Жизнь в реальности. Вот тут вы получите. Все. Результат. Для этого нужны усилия. Для этого нужно образование. Чтобы понимать о чем идет речь. Какой-то понятийный аппарат. Учиться надо. Учиться. Вот. И вы будете получать такое интеллектуальное наслаждение. А еще больше наслаждение интеллектуальное вы будете получать от своих собственных мыслей. Книги книгами это хорошо все. Но когда вы сами начнете мыслить. Ох какое удовольствие. Поэтому когда у вас будет мысль рождаться в процессе размышления философствования то это будет ни с чем не сравнимое счастье и эйфория. Родилась мысль надо же я пришел к такой мысли. Я смело мысляю. Свобода мысли. Свобода мысли. Вот. А это же это же все вот эти наркотики это же иллюзорный путь к свободе да к освобождению. На самом деле подлинный путь к свободе это свобода мысли. Потому что я могу быть свободным всегда если я мыслю. И я могу и других освободить тоже с помощью мысли. С с помощью слова своего с психоделиками так не будет. А какие-то картины посмотрите яркие ну что ну это можно но это же калейдоскоп постоянный это и сама природа радует архитектура вообще способность видеть по-другому все это наше восприятие и творчество собственное творчество других людей какие-то сюрреализм да вот эти вот сны попытаться их передать нарисовать я знаю что многим снятся яркие сны прекрасные попробуйте их описать нарисовать или музыку сочинить такую можно удовольствие это получать от многих вещей правда ведь от общения от пения песен от пробежки от занятия физкультурой от плавания от похода на массаж вот я всем рекомендую телесно ориентированную терапию это массаж очень проясняет голову очень когда ясность в голове это ни с чем не сравнимо с ясной голова вы испытываете счастье и фории так что полно безопасных и полезных способов изменения сознания расширения сознания и оздоровления себя и а не ухода в иллюзии иллюзии опасны надо избавляться от иллюзий а не культивировать я бы так ответил на вопрос этот замечательный а это что это 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 это